Сыркан по-прежнему любит Эду, и он прилагает все усилия для того, чтобы вибвернуть ее. Сама же Эда пытается скрыть свои истинные чувства по отношению к нему. Но ей это удается с большим трудом. Эда начинает внимательно наблюдать за тем, как складываются отношения Керас и Сыркана. Для нее это очень важно. Если она увидит, что между ними есть связь, то раскроет свою правду Сыркану. С каждым днем ей становится все сложнее скрывать от Сыркана то, что у него есть ребенок, который находится так близко. Но она не хочет, чтобы у Керас был отец, который ее не желает. Она прекрасно понимает, что если Айдан обо всем узнает, то не оставит ее в покое. Но это может случиться так, как они постоянно рядом, находятся рядом, и это сильно беспокоит Эду. Айдан и Энгин узнают эту правду намного раньше, чем можно было предположить. Сейчас Эндэй спокойна лишь потому, что у них нет биологического образца Керас, с помощью которого можно было провести тест ТНК. Айдан намерена забрать ребенка у Эдэй, и ничто ее не сможет остановить. Эдан решил рассказать Сыркану, что у них есть дочь, но не ожидала его реакции. Эндэй появилась перед ним спустя столько лет и сообщила такую новость. Поэтому Сыркан не может вести себя иначе. Эндэй предупрендила Сыркану, что пока он не примет решение, то не может появляться в ней. Когда захочет там, где есть она и ее дочь. Сыркан сказал Эдэй, что он не готов становиться отцом. Сорок четвертая серия. Эдан долго сомневался о том, что нужно рассказать Сыркану правду. Но когда она сообщила ему о том, что Керас его дочь, то не могла найти, предвидеть подобной реакции. Оказалось, что Сыркан совершенно не готов становиться отцом. Когда Эдан услышала эти слова от него, то была не только разочарована, но и в какой-то степени испытала гнев по отношению отца своего ребенка. Сыркан просмотрел флеш-карту, на которой Эдан записывал всю свою беременность и как растет их ребенок. Она не нашла в себе смелости сразу об этом рассказать, но решила записать видео, если ему это будет интересно. Неожиданно Керас пропала. Это заставляет всех понервничать. Близкие сразу же принялись искать пропавшую девочку. Но она не оставила после себя хоть каких-то следов. Эдан начинает впадать в панику. И она больше всего боится, что и с ее дочерью могло что-то случиться нехорошее. Сыркан также стал искать Керас и просит Эду не волноваться. Он обязательно ее найдет. Бурак считает, что Керас могла узнать про Сыркана. Может быть, ей стало обидно от того, что родной отец ее не хочет принимать, и поэтому девочка сбежала. Сыркану удается наладить отношения с маленькой Керас. Никто не сомневается в том, что дочь и отец смогут построить прекрасные отношения. 45 серия. Эдай, Сыркан и Эда спустя столько лет снова оказались в одном доме. Только теперь рядом с ними их дочь. Эда предупредила Сыркана о том, что если она заметит хоть одну его ложь, то сразу же прогонит из этого дома. Но если Сыркан заметит ложь Эды, то он не на два дня, а на пару недель поселится здесь. Время, проведенное вместе с Эдой, для Сыркана проходит слишком быстро. Он хочет найти хоть какую-то вещь, в которой Эда его обманывает. Ведь если этого не сделать, то она выставит его за дверь. Эде слишком сложно находиться рядом с Сырканом, и она с большим трудом сдерживает свои чувства. Ей хотелось бы крепко обнять и поцеловать Сыркана. Но она также пытается поймать Сыркана, хоть на какой-то лжи. Она стала замечать, что Сыркан намерит пускать якорь в ее дом и совсем не хочет уходить отсюда. Но ей нравится, что он постоянно находится рядом с ними. Только не может в этом признаться Сыркану. Как только Сыркан услышит эти слова, то она уже не сможет от него избавиться. Поэтому она ничего не станет ему рассказывать. Вот только Сыркан случайно подслушал разговор Эдой по телефону, а она его совсем не заметила.